Я уже в Грузии. Париж для нас стал максимально продуктивным. Каждый день были встречи и интересные события, а что самое главное, большое количество совпадений. В этом ролике вы увидите, как Виталити собрали лодку с фанатами, как Екинтру Бласт дали предупреждение и разоблачение того самого выпадения ножа в прямом эфире. Лучшей поддержкой этого ролика будет твой лайк. Я уже делал полноценный обзор всего стадиона, ну а также показал наличие пинов, магазина мерча и просто где можно покушать. Можете посмотреть этот ролик в подсказке справа. А еще я купил очень много мерча на 1000 евро, и поэтому я разыграю две футболки в моем телеграм-канале. Там будет два розыгрыша, один свинлайн и второй для всех. Насчет пикемов мы в говне. На Собиршоке я получил серебро, а в КСе золото. Было бы, если я бы не забыл поставить прогноз в КСе. Я забыл это сделать, пока был в Париже. Впервые за 8 лет. Но мы выиграли две прокрутки на Собиршоке и одну в КС Го. Давайте пробовать. 19 мая. Первая игра плей-оффа. Монте против Геймер Легион. Кстати, именно в этот день я вместе с Колей попали в прямой эфир всего Бласта. У Монте была большая база болельщиков на стадионе. Но, к сожалению, это не помогло. Геймер Легион оказались сильнее, а на последней карте они просто играли десматч. Вторая игра против Ликвид была просто сумасшедшая. Никто не ожидал, что настолько просто будет для команды Апекс обыграть таких серьезных ребят. Вы только посмотрите на эмоции болельщиков команды, которая появилась только в 2022 году. И до этого нигде не появлялась. После игры мы пошли подышать свежим воздухом и случайно увидели Экиндеров вместе с Дабсом. Тренер Ликвид дал мне личный респект за Собиршок, а Экиндер рассказал очень интересный инсайт, который стал очень популярным в СМИ. У нас с Мариком уже в третий раз в встрече на мажорах. Третий раз в ебану. Сегодня ты сделал очень серьезный клач, один-два. Я прям хлопал. И это было консистентно. Когда ты слушаешь Апекс-плей, они имеют стабильность. Они всегда хотят пушить на бак тракс. Окей, Экиндер, это достаточно? Тебе помогли, ребята из зала? Да. Но мне потом дали предупреждение. Ты серьезно? Нельзя так делать, да. В смысле? А как? Что? Тебе дают предупреждение? Я тоже не понимаю. А как? Тебе повернутся спиной и умереть, что ли? Ну, если тебе дают подсказки. А как-нибудь подошли и сказали, что за хуйня? Штраф какой-то? Не знаю, сейчас увидим. Не, они сказали просто предупреждение. Это так, стороны напоминают. А насчет планов? Какие у тебя сейчас планы? Пойти в отель умирать. На койке своей. Посыпать свою обиду. Кто выиграет сейчас этот мажор? Надо вообще поправить. Ну, я думаю, герои. Герои очень хорошие играют. Ребята из Витальти подготовили интересные события. Они арендовали корабль-лодку на три дня. И все фанаты могут собраться в одном месте, отпраздновать возможную победу. Ну, или же, как минимум, проход в полуфинал. Сюда был вход абсолютно бесплатный. И зарегистрироваться мог абсолютно любой человек. Давайте посмотрим, что ребята подготовили. О, посмотри, что это. Тут есть голограмма. Пчелка ходит вперед. О, там еще один алхатрон есть. Но это уже не Кэс Гу Ролл, а какой-то от Витальти, где нужно поднимать игрушку. Вы увидели очередь? Такая же очередь была на Кэс Гу Ролле. Люди во Франции максимально азартные. И это все абсолютно не стакается с тем, что во Франции открытие кейсов в Кэс Гу запрещено абсолютно. Здесь стоит один компьютер. Там ребята тренируются на МЛабе. И они получают какие-то сертификаты, видимо, за хорошие результаты. Так, а здесь идет какое-то мероприятие от ЖБЭТа. Какой-то прямой эфир. Непонятно, что это, но ладно. Ой, а здесь уже интересно что-то. Здесь можно поиграть в Кэс 5 на 5 с видом на эфирную башню. О, вот это интересно, смотрите. Прям какой-то кибер-клуб. Здесь ребята играют в пост-эшн, скорее всего, в фифа. О, привет. Я слышу, меня зовут. Да, привет. Привет. Я и есть тот самый победитель вчера, по крайней мере. Да. Кайфанул вчера? Да. Она стоила того. Если что, я вчера разыгрывал один билет среди моей телеграм-аудитории. И просто отдал бесплатно. И как раз-таки на «ты» и выиграл. Ну, как выиграл. Просто написал мне в личку и все. У нас, оказывается, был жетончик, и мы можем сейчас взять колу бесплатно. Hello. Can we get a 50? Yeah, thanks. Так, ребятки, сейчас мы будем проверять, сколько здесь ФПС-а. Кстати, такая интересная мышка. Лайтура X3Fight. JBL наушники, ебать. Ну, они очень хорошие. Они очень приятные по материалу. Ты у нас опытный путешественник. Опытный путешественник по кибер-спортивным турнирам. Можешь выделить три пункта, чем турниры по другим, играм хуже или лучше, чем CSGO. Хорошо фанаты, хорошо. Обычно фанаты более... Игра более легкая для понимания людей. И получается большое количество разных людей, разного возраста. И они достаточно легко болеют за нее. То есть понятно, что происходит. Там кто-нибудь играет, такой «О-о-о-о-о». Вот это, конечно, очень важно. Ну, смотри, я был на PGL и на ESL. И вот сейчас на Бласте. Я кардинальной разницы абсолютно не увидел. На что я должен смотреть, как человек, который пришел записывать контент, как зритель? Вот что я должен заметить, почему Белласт лучше? Я вот... Вы все его хвалите, этот Бласт? Но я не понимаю. Трансляция. Ну, вот мне нравится трансляция. У них полностью все кастомное. То есть кидает ганату, там, во-первых, все фотографии игроков. Кидает ганату, там у него написано снизу, что у него КП снимается. У них полностью, получается, весь худ, который ты видишь, он полностью кастомный и интерактивный. Вот это вот прикалывает. Потому что у других операторов, ну, честно, какие-то элементы более статичные. И я помню, вообще, на многих турнирах, они вообще Гоу-ТВ показывали просто. Кстати, ты в курсе, что этот худ для Бласта рисовал русский художник? Да? Да. Просто у него группа ВКонтакте, где он продает худы. Прикол. Просто чел сидит, кайфует. Ну, там еще программирования достаточно много, я так понимаю. Потому что, ну, я знаю, что, например, на ESL-е. Там достаточно большой IT-отдел, который сидит и вот это вот все анимировать. И в нужный момент все показывалось, а пешку подключает. Красивый город. Блин, мне очень нравится, я здесь прям кайфую. В принципе, вообще город, все. Это самый максимально настроенный город на прогулку пешком. Ну, в котором я был. В Бельгии тебя сбивает велосипед каждую секунду, а здесь велосипедов мало и много пешеходов. Нет, нормально велосипедов. Ну, не как в Бельгии. Не знаю, в Бельгии не был, был в Нидерландах, вот там, конечно, огромное, всегда огромное количество великов. И у меня случился Cool Story Bob, потому что я пропустил игру героик. Я решил, что это будет абсолютно скучная игра, которую не стоит смотреть. И поехали снимать киберклубы. И мы приехали в офис Виталити. А он был закрыт. В итоге я не записал ни клуб и не посмотрел игру, где герои вылетели. Но клуб Виталити мы записали позже. Специально для нас они открыли киберклуб на 30 минут. Ролики мы засняли, а тем более записали еще два киберклуба, которые есть в Париже. Чтобы не пропустить этот ролик, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы точно его увидеть. Ну, а сейчас мы пробираемся вместе с командой Виталити на Важор. Очень серьезная поддержка у ребят. И все больше и больше случаев, когда зал помогает аудитории. Совпадение с Экиндром вы помните, а вот и второе. Мы слишком сильно опоздали на арену. И каким-то образом мои редакторы подготовили вопросы для Киоза. Только для одного человека. И какой был шанс того, что после минут 40 именно он стоит в медиа-зоне и ждет не знаю чего. И, понятное дело, мы воспользовались случаем и начали делать интервью. Но все это время нам охранник постоянно мешал. И вы его увидите в кадре. Он нам напоминал о том, что нам нужно заканчивать каждый секунд 15. Киоз, Киоз, могу тебе попросить остаться на 3 минуты? Привет, привет. Могу тебе попросить остаться на 3 минуты? Три минуты, вопрос задать. Да. Окей, привет. Стримия, спасибо. Мы друзья. Кстати, для многих стало удивлением, что Киоз общается на русском. Но уже совсем скоро в этом ролике я сам буду удивляться русскому языку от некоторых проигроков. Если будет матч с Виталити, не будешь сильно бояться публики? Не, я думаю, это будет больше буст, чем негативная штука. Когда ты ехал на мажор, какой честный результат ты от себя ожидал? Я хотел, чтобы мы на плей-офф хотя бы прошли. Это, типа, мой первый гол. И теперь у меня не было такое, что, ой, мы можем в финале. Просто играл, как и есть, пока мы в финале. В 2019 году команда Саймон выиграла Виталити. Ты был в этом составе. Как ты думаешь, эта победа повлияет на игру с Виталити? Будет ли у тебя больше уверенности? Да, наверное. Там есть такое. Потому что не только в Берлине мы Саймон выиграли. В Рио с этой командой мы тоже выиграли Бестов-1. Сейчас Бестов-3 будет, но я думаю, возможно, что это самое сделать. Честно, у меня такая же была ситуация с Аутсайдерс, когда они прошли финал, никто не верил в это. Сами, даже игроки. У тебя такая же история? Ты веришь то, что происходит? Да. Я не могу, я даже не понимаю, что происходит. Но есть такое чувство, что как Аутсайдерс может пройдет сейчас. Как на себя вышли ребята из Gamer Legion? Как тебя взяли в состав? Мы просто опен-польфер играли на Рио месте. Там они пробовали некоторые игроки. Я был один из них, и мы прошли на РМР месте. И это как все началось, короче. Все, чего, вы желаете удачи. Давай, ты сможешь. После победы Vitality над Apex я пошел в медиазону и взял интервью у Спинца и игрока Джи Эл. Если вы победите мейджор, Дупри будет become the only player in CS history with 5 мейджоров. Are you ready to become champions on your own land? Are you worried? Нет, я не виноватся. Я прошел в моем матче, я прошел в Киеве. Я думаю, что вы получили возможность. И мы просто фокусируем на мейджор и сделаем 100%. И это все. Это шутка. Смплый 1 мейджор, Зайву 0 мейджоров. Это будет завершение в мейджор? Я не знаю, я надеюсь. Я не знаю. Есть вопросы? Я не знаю. Да, я буду показывать. Ты знаешь? Первсы. Первсы. Первсы? Первсы. Какой мейджор? Я знаю тебя. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю тебя. Но ты знаешь меня? Да. Аааа. Ютуб? Ютуб или как? Ютуб. Вау, круто. Самое важное в этом интервью, что он, оказывается, говорит на русском. Моя реакция на это забытие попала в ролик. Ты знаешь русский? Я по-русски. Ты че, серьезно? Ты серьезно? Ты серьезно? Че за х**я? Да ладно. Так, ладно, я отключаю тогда. Давай вопрос на русском задам. Ты палил это раньше здесь на мажоре, то, что ты русский знаешь? Х**ец. Он говорит на русском. Почему так много андердогов стрельнуло на этом мажоре? Что произошло? Какая причина? Я думаю, что... Как сказать? Ну, мы тренируемся больше. Мы играем больше игр официалов. И у нас не было никакого напряжения. У них есть все, что потерять, а у нас ничего. И я думаю, в таких состояниях им тяжело играть. И мы играем в хороших ПС, но у нас нет просто экспириенса на стейджах или на больших играх. Но если не концентрироваться на этом, мы равны команде. Супер. С 16-14. Как думаешь, почему? В какой момент? У нас были нервы. И мы забыли, какие у нас протоколы есть в команде. Был такой раунд, что мы делали агрессию ПП и сыграли близко под А. И это против нашего понимания игры. И поэтому мы проиграли этот раунд, потому что мы делали игры с УП. Они вышли под А, и у нас не было никакого шанса выиграть этот раунд. И мы проиграли против пару гигнов и, может, одного хорошего. Какое у вас было настроение перед игрой сегодня в отеле? У вас на сколько процентов была уверенность в том, что будет игра вот настолько жесткая, настолько близкая? Мы думали, что мы выиграем, если честно. Мы знали, что у нас нечего потерять. А Виталитов еще так далеко не был, как команда. Им тоже это могут. И, ну, мы были хорошо подготовлены, мы хорошо подготовились, но нервы все-таки дошли на нас. Все, с придется опытом. Спасибо тебе большое. Спасибо. На сцене был фурор. Впервые за всю историю какому-то человеку на мажоре, да на мажоре, выпал нож. Но есть одно но. Спустя час в Твиттере появилось разоблачение этого ролика, где спалилось как минимум то, что там старый Steam браузер и второй момент – это кнопочка inspect items. В итоге доказали то, что это была просто включенная запись видеоролика. Спустя два дня вместе с Колей мы просто гуляли по Парижу и случайно увидели этого парня, который открывал этот кейс и стал популярен. Он набрал больше, чем 4 миллиона просмотров. И он нам дал какой-то странный инсайт в то, что Бласт были в курсе этой постановы и специально включили камеру. Мы не знаем, насколько это правда, но автор и герой всей этой истории говорит так. Зачем? Принести хайпа? А что? Это был первый раз, когда в CS GO на мажоре выпал нож. Единственный раз. И это был именно этот момент в Париже. Комментарии были всех типа, что это фейк, это конспирация от Valve, что они там это все подстроен. Парень с камерой, он специально знал. Кстати, он реально знал, потому что я его встретил на улице. Мы с ним договаривались, что будет такой момент. Фейковый? Да. Он договорился с его командой. Ну, на меня выделят время. Типа, было время для трансляции зала, а раунд уже начался и все еще меня показывали. Так, ты хочешь сказать, сейчас официально Бласт специально включил постановку. Я не говорю, что они это придумали или спонсировали, но я сказал, что они пошли на встречу. На постановку. Они были в курсе, что это видео? Я не знаю точно, Бласт не Бласт, но есть команда операторов. Конечно. И они, как минимум, знают, что они тратят. И, наконец-то, победный момент команды Виталити на своем родном мажоре в Париже. После победы мне дал интервью Дюпри и Зоник. Мы сорвали куши. Все, летайте чемпионы! Все, сдевает. Продолжение следует... Встреча с Австралией. У тебя был отличный эрак. Ты чувствуешь, что сегодняшняя победа может быть начало новой «Виталити» эрак? Я думаю, что это очень早ко сказать. Я думаю, что что мы сделали в «Астралис» было очень уникальным. И у нас было 5 игр, которые были в первом месте. И мы придумали новую способность играть в игре. И никто не мог адаптироваться. Но я думаю, что это будет очень тяжело, если не возможно, чтобы репликировать тот же тип эрак, как мы сделали в «Астралис». Но я действительно счастлив и счастлив. И я знаю, что мы можем победить больше трофей. Многие Т1 команды были трудны, когда играли против Т2 команды. Но не ты. Как вы успели, чтобы не потерять фокус? У нас было много разговоров. Я думаю, что в игре мы были в «Астралис». У нас было много игроков. У нас было много игроков. Я говорил с партнерами. Мы использовали последние опыты, которые мы были в «Армарайне». И все может происходить. И что мы никогда не успели, чтобы не было счастлив, или начали ловить. Мы должны всегда знать, что все могут сделать контакты. И мы тоже сделали какие-то отличные контакты. Так что мы не обманем. Но я думаю, что в «Астралис» мы как-то… Потому что я спрятал много времени с ними, мы были слишком страшные. И я думаю, что в последние два игры мы были в правильном порядке. Это хорошие команды. Я думаю, что для меня это… Конечно, они имеют лучшую опыт, чтобы увидеть это. Но они все в «Астралис». И они должны получать все контакты. Да. У вас есть какие-то структуры в вашей команде? Но вы не сказали это в публике. Нет. Я не могу сказать. Да. Конечно же, у нас есть правильные. Но они были в стороне сервера, но и в стороне сервера. Я также взялся время сегодня, когда мы были в 14-5 или что-то. И это было для того, чтобы напомнить их о том, чтобы помнить правильные правильные. Потому что мы уже были здесь, но не смейся. Потому что я видел, что мы немного отдыхали от наших протоколей. И это может быть впечатлено. Что вы можете сказать о «Геймер Лигеон» в «Грандфинале»? Вы ожидали это? Before the tournament? Нет. Нет. Я не думаю, что они даже так сделали. Очевидно, что я ожидал, что они победили, но я была с этим много, когда я видел их игры, чтобы они действительно могут победить. Но я думаю, что мы уже провели 5 месяцев, каждый день, что они хотели победить этот тропий, я действительно уверен, что мы хотели больше чем их. И мы сделали все, из с тем, до сегодняшнего дня. И я думаю, что Gamer Legion, в некотором смысле, были счастливы. И они сделали их желание. И если вы встретите команду, кто действительно хочет это, то это трудно. Спасибо большое. Ты – легенд. Ты всегда присправил себя в CSGO истории. Как это секрет? Как вы можете держать себя в таком форме за 10 лет? Дедикатство – это слово, что я могу сказать. У меня очень высокая дедикация в том, как я работаю, и как я хочу… Я председаю себя в таком форме. И когда я не делаю, я не могу понять, что я не делаю. Я не могу понять, что я не делаю. Конечно, это тоже все время, что я буду в игре. В моей семье и все, что я могу помочь на все время, я делаю. Я использую так много часов, чтобы создать эту игру. И все время, которые я использую от моей семьи, я хочу делать то, что я не могу. Я не могу понять, что я не занимаюсь с другими половиной. Поэтому победить и быть в элитном уровне – очень важно, когда я я делаю так много времени. Спасибо. Скажи, как вы тренили, вы вчера до ЗГМ? Может быть, спорт или гриндинг? Мажор мне понравился, наверное, был самый лучший по эмоциям и из-за того, что это был последний мажор по CSGO. Говорю сейчас для самой моей любимой и заинтересованной аудитории в конце этого ролика. Уже на следующем мажоре команда CyberShock будет пробовать пройти на мажор. У нас есть меньше чем год сделать команду, которая сможет заполучить стикеры в CSGO. А сейчас я тебе советую посмотреть ролик с обзором всего этого стадиона. Там больше подробностей. До следующего ролика. Пока.